Аплодисменты 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 Давай подберем Зачем? Давай, давай Смотри, какой герой Не подкопаешься Здравия желаю До старого оскола не подбросите, а то у меня машина в горках сломалась, уже пять вёрст пешком идут. Залезай. Спасибо. – Здрасте. – Здрасте. Дерехов. Котова. Очень приятно. Госпиталь. А я только из госпиталя. Контузия. Как говорится, прощай, передовая. Не надо. Да нет, я просто… Спасибо. За что звезду дали? За Ельню. А этот, небось, немецкого шпиона словил? Вроде того. Жарко? Это ещё что такое? Откуда здесь пост? В чём дело, капитан? Капитан Глазов, предъявите ваши документы. Чёрте что, а с чего вдруг? Парашютистов ищем. Парашютистов? Вот. Мы в пятнадцатый госпиталь едем. Оборудование везём. В кузове фельдшер и раненый. А этот кто? Да вот, подвезти попросился. Товарищ старший лейтенант, ваши документы. Что ж? Сейчас-сейчас где-то были. Выйдите из машины. Да подожди, капитан может здесь они. Всем выйти из машины! Терехов, уйдём! Терехов, уйдём! Задание! Что должен был сделать? Задание! Не с того начинаешь, лейтенант. Начинать нужно с точки. Ваше задание. Мне очень больно, мне нужен доктор. Мы, кажется, должны были найти в старой скоре какого-то человека. Вот этого человека? Кажется, да. Кто это? Не знаю. Вы не можете ничего не знать, вы радист! Командир группы был заброшен раньше и получил эту карточку от какого-то человека на вашей территории. От кого адрес? Я не знаю, мы должны были вывезти его. Где вас готовили? В школу в Лауфбурге. Сколько месяцев? Шесть. Ну, пожалуйста, дяденьки, я вас очень прошу. Можно мне доктор, я прошу вас? Конвой! Увести! Встать! Снимок старый. Интересно, сколько лет? Разрешите, товарищ полковник. Ну, лет семь-восемь, судя по старению бумаги. Сделано без штатива, скорее всего, лейкой. А у объекта есть отличительная черта. Шрам над лём глазом. Ну, ведь зачем ты? Он понадобился немцам. Да, вот только зачем? Вот и ищи. Ищи. Этого человека, товарища, нужно найти в кратчейшие сроки. Ну, не трогать, а сообщить по команде. Ещё одно условие. Он не должен знать, что его ищут. Вы свободны. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Интересует, зачем его ищут-то? Это я вам сказать не могу. Егор Николаевич. Здравствуйте. Это замечательно, что вы вняли моим просьбам. А то у школы не сторож, а партизан какой-то получается. А я и есть партизан, Елена Павловна. Ну, всё же, так вам гораздо лучше. У меня к вам дело. Я вижу. Александр Михалыч, учитель литературы, ушёл на фронт. И всё равно обещали кого-то прислать, но пока никого нет. Я совсем не знаю, что делать. Параллельно физика. Может быть, вы сможете мне помочь? Физику я готов взять на себя. Ну, что вы, физику? Ну, конечно. Это же гораздо проще. Проще? Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. 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 Пожалуйста, следующий раз забирайте. Следующий. Извините, но вы не далили. Дяденька, дай покурить. Но здесь нет трех литров. Покурить. Ты гирьку видишь? Да, я вижу. Нет, ну глаза протри. Да нет, вы, наверное, ошиблись. Но, как известно, плотность керосина примерно 0,78 грамм на кубический сантиметр при 20 градусах Цельсия. Округляем до восьми. Трем килограммам будет соответствовать примерно 4100 кубиков керосина. А емкость этого бетона 5000 кубических сантиметров. Следовательно, керосина должна быть в два раза больше. Это я что, ворую, да? Я 20 лет работаю в торговле. У меня что, гирьки не настоящие, а? Ну, покажи мне гирьку. Сейчас. Гирьку мне дай посмотреть. А, ну, товарищ старший лейтенант. Федя, ну что ж ты меня подводишь? Ну, может, я ошиблюсь. Федя, что ты там наливаешь в самом деле? Да быстрее, Лей, быстрее. Бывает, работа нервная, понимаете? Вы уж простите нас. Бывает, всякое. Папирос выкинь. Простите нас. Спасибо. Лейхвых. Ну, чё вырла? Прям как математика какой-то. Это не математика, это физика. Спасибо вам большое. Может, вас подвезти? Да нет, спасибо. Ну, вот, как я теперь буду в шеи травить? О, у вас в шеи? Не у меня, а у детей. А, у вас дети. Да, целый класс. Я в школе работаю. А, сейчас. Пожалуйста. Спасибо. Извините. Погодите, товарищ старший, погодите, товарищ старший. Да был у нас в отряде похожий. Белянов фамилия. В каком отряде? В партизанском. Вы уверены? Да. А где сейчас этот Белянов? Так, сторожем в нашей школе работает. И живет там сосед мой. Повезло нам с Беляновым тогда. Точнее, нам троим. Мне, Белянову и начальнику штаба нашего отряда, Васютину, Илье Егорычу. В чем повезло? Так мы втроем только в живых и остались. Отряд наш в карателе накрыли, а через неделю наши пришли. Я тогда раненый был, отлеживался у надежного человека в городе. А Васютин с Беляновым? Так они вроде тогда в другом отряде были. А как имя того командира отряда? А, Крымчак? А, Крымчак. Войдите. Старший лейтенант Терехов, СМЕРШ. Чем могу, товарищ старший лейтенант? Меня интересуют подробности уничтожения партизанского отряда карателями, в котором начальником штаба был товарищ Васютин. Угу. Подробности не знаю. Васютин и один боится из отряда были у меня. Больше никто не выжил. Выжил еще один человек. Он и доложил. Ее же вам что-то не нравится? История неприятная. Короче говоря, в отряде было золото. Золото? Да, золото. Немцы отбирали у местного населения, у евреев. Ну, а наши перехватили. Много золота? Прилично. Два кода примерно. Ничего себе. Угу. А после уничтожения отряда золото, естественно, исчезло. Немцы его тоже не нашли. Наш человек сообщил, который в полицаях был. А могло так случиться, что кто-то из этих троих золото спрятал и навел немцев на отряд? Тот человек, который с вами разговаривал, о золоте не знал. А Васютин и Белянов были у меня в тот момент в отряде. Разрабатывали план совместной операции. Что можете сказать про Белянова? Очень толковый человек. Хоть и не военный. Взрывное дело хорошо освоил. Вы его знали до войны? Не встречались. Откуда приехал? То мне неизвестно. Но сейчас сложно будет найти концы. Но постараемся помочь. До завтра. До завтра. Ну, свежно. Белянов предал отряд, чтобы завладеть золотом. Не стоит делать преждевременных выводов. Что так? Немцы золота не нашли. Получается, тот, кто его украл, обманул своих хозяев, а они присылают за ним людей. Не сходится? Почему? Может быть, это какой-нибудь фашистский генерал старается для себя. Все-таки два пуда драгоценностей. Все равно, считай, Белянову нужно прояснить. Ну, вот давай, забирай его сюда, тут. И проясним. Считай арест преждевременной мерой. Ну, не понимаю тебя. Нужно с ним лично познакомиться. Разрешите? Да знакомься. Слушай, ты можешь вот это делать? Нет. Еще старший лейтенант. Инна Павловна, напугали. Вы куда, Евгения Леонидовна? Да, куда? Домой. А что у вас в сумке? Причные вещи мои. Покажите. А вы что, обыскрить меня будете, что ли? Извините, пожалуйста, мне очень неловко. Просто продукты стали пропадать, пищеблок жалуется. Покажите, пожалуйста, что у вас в сумке. Ну, это при чем? Извините, я как директор вынуждена вас попросить. Слушай, ты директор. Тебе в куклы играть, а не школой командовать. А мне старше двадцать лет. А ну, пропусти, я сказала. Покажите, что у вас в сумке? Ну, как вы можете? Это же для детей. У меня тоже, между прочим, дети. И двое. И каждый просит, мама, дай покушать. Евгения Леонидовна, вы, вы арестованы. Что? А ну, пусти, пищу, а? Это и здесь сторож комиссованный. А ну, пусти, я сказала. Не надо. Хуже будет. Ладно. Испугались? Это правильно. Знаете что, идемте ко мне, я вас чаем напаю. Идемте. Надо в школу вернуть продукты. А, да. Пойдемте. Послушайте, послушайте меня, пожалуйста. Не прошу вас, выслушайте меня. Это ошибка. Это ошибка. Это ошибка. Ваш начальник предложил мне сотрудничество. Вы слышите меня? Вы слышите меня, товарищ? Вы смотрите на меня. Какой же я вам товарищ? И потом у меня приказ. Какой приказ? Этого быть не может. Становись. Я вам еще нужна. Я вообще пригожусь, умоляю вас. Заряжай. Не надо меня делать это. Заряжай. Пожалуйста, миленький. Я не чувствую себя, я так хочу жить. Не надо жить. Не надо жить. Я не могу. Вы прошу вас. Я хочу жить. Отставить. Отставить. Не надо. Когда? Следующий сеанс связи? В понедельник. Точнее? В понедельник 15-го. Восемь, ноль, ноль. Хорошо. Значит, в понедельник ты выходишь на связь, да? И сообщаешь, что благополучно прибыла старая школа и взялась за выполнение заданий, да? Бобков, отведешь ее обратно, дашь ей перо и бумагу. Есть. А ты мне все напишешь, да? Кто, когда, где, да? Вот и хорошо. Вот и хорошо. Выполнять. Ты выключи свет. Тоналитет немецкая авиация, как мухи на мед. Есть. Елена Павловна, как вы себя чувствуете? Да, ничего. Вы знаете, вы присаживайтесь. Вы не волнуйтесь, милиция во всем разберется. Я сейчас сахарин принесу. Хорошо, спасибо. Спасибо. А кто это? Ваша жена? Да, это моя жена. Красивая. Я просто совсем ничего о вас не знаю. Вам не мало интересного. Ну, почему же? Это, похоже, из области физики атомной. Да, вы знаете, пришлось в свое время интересоваться. Просто такими исследованиями занимались до войны в Харьковском физико-техническом институте. Да? Откуда вы знаете? А я поступала в Харьков в аспирантуру. Потом началась война. Моим руководителем должен был быть сам профессор Шабалин. Ну, просто, когда я приехала, его, к сожалению, уже не было. Вас проводить? Да, конечно. Завтра ведь утром рано уроки. Извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Елена Павловна, нам нужна ваша помощь. К вам явится наш сотрудник. А вот, кстати, и он. Садись. Старший лейтенант Андрей Терехов. Директор школы Елена Павловна Малиновская. Я могу идти? Идите. У меня осталась ваша книжка. Почитайте. Вам будет полезно. Тебе чего? Мне нужно послать запрос в партизанские отряды Харьковской области. По поводу Белянова. Будет тебе запрос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До свидания, девочки. Здрасте. Здрасте. Добрый день, Елена Павловна. Я вас представлю, как проверяющая визрано. Правильно. Мне нужно познакомиться с товарищем Беляновым. С Беляновым? Конечно, познакомитесь. Егор Николаевич очень знающий человек, поэтому… А где сейчас он? Он у себя. Он же сторож. А почему же такой знающий человек сторожем работает? Ну, знаете, разная у всех судьба бывает. Кто-то, не имея никаких способностей, наверх поднимается, кто-то наоборот. Ничего странного. А вы давно знаете Белянова? Так, значит, вы проверяющий израно. Я помню. У меня зовут Николай Иванович, фамилия Ковальчук. Я помню. Задний двор, как видите, у нас тоже убран. А вот Белянов Егор Николаевич. Познакомьтесь. Проверяющий израно. Иван Николаевич Ковальчук. Николай Иванович. Да. Впечатляет. А живете вы где? А, да вот. Здесь. Можно взглянуть? Прошу. Я обувь дочищу. Постойте возле двери. Просторное помещение. А что здесь раньше было? Я не знаю. Я здесь всего три месяца. ЗВОНОК Егор Николаевич, я могу побыть у вас на уроке? Конечно. Только надо торопиться. Звонок. Елена Павловна, к вам я заду пословок. ЗВОНОК 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 Товарищ полковник. Товарищ полковник. Вот ответ на ваш вчерашний запрос. Очень интересно. Передайтесь старшему лейтенанту Терникову. Есть. Как вы думаете, что самое ценное на Земле? Золото? Нет. Еще? Энергия. Энергия. Абсолютно точно. Энергия. И человечество всегда во все времена пытается отовсюду достать эту энергию. Из нефти, из угля, из любого топлива. Возможности, которая открывает человеку явление радиоактивности гораздо больше. Намного больше. Путем облучения стабильных элементов, пока что теоретически, возможно превращение одного элемента в другой. Это что же? Можно чего угодно в золото превратить? Да бог с ним золотом. Не в золоте дело. Можно заставить радиацию, которая вообще смертельна для всего живого, работать над человеком. Есть такое понятие. Цепная реакция. Ее можно провоцировать. Видно? Ее можно управлять. И можно получать из ничтожного количества атомного топлива огромное количество энергии. Например, из трех килограммов урана можно получить энергию, которая образуется при сжигании 30 тысяч тонн угля. Да. Это огромные возможности. И это только начальные, примерные расчеты. Я уже не говорю о том, что спровоцированная, но неуправляемая цепная реакция производит энергию, колоссальный и единовременный выброс которой равняется взрыву тысячи самых мощных бомб. Ведь такой бомбой можно Гитлеру быстро шею свернуть. Можно. Только вот силы природы равнодушны к человеческим качествам тех, кто ими управляет. Поэтому такое оружие запросто может появиться и у фашистов. Хорошее дело, спортивная площадка. Да, в нашей школе раньше немецкий госпиталь был, так они всю спортивную площадку на дрова пустили. Вот приходится своими силами восстанавливать. Хорошо. Елена Павловна, можно вас? Да, конечно. Держи. У меня к вам просьба. Да, я слушаю. Я хотел бы, чтобы вы приглядывали за Беляновым. В каком смысле? Вы хотите, чтобы я следила за ним? Нет, просто приглядывай. Да нет, вы что, я не могу. Елена Павловна, сейчас идет война. Да как вам не стыдно? Вам бы только подозревать честных людей. Вы вообще ничего о нем не знаете. Вы знаете, что он партизанил в этих местах? Да вы знаете, что он вообще прекрасный человек и большой ученый? Ученый? Да, ученый. Интересно. До свидания. Ну, отчего все замерли? Давайте, девчонки, продолжаем красить. Ребят! Ну что, получается? Можно? Уходите. Знакомьтесь. Товарищ Ребров, директор городского архива. Товарищ Терехов, представитель органов госбезопасности. Товарищ Крымчак, оставьте нас. Присаживайтесь, пожалуйста. Товарищ Крымчак, сформулировал, есть кое-что по Егору Беля… Белянову. Но я могу только по памяти сказать, архивы погибли. Ну, говорите, говорите, пожалуйста. Прописан в Старом Осколе с сентября сорокового года. Откуда приехал? Поселок Мерефа. Харьковская область. Запрос посылали? Да. Но ответа не было. А потом, не до того была война. Понятно. Что-то еще сказать можете? У меня есть одно сомнение. Товарищ Белянов по паспорту… восемьсот девяносто шестого года рождения. И что? Вы его видели? Ну да, действительно, он выглядит моложе. У вас все? Да. Спасибо, вы свободны. Да, и помните о неразглашении. Ух ты! Здравствуйте, Егор Николаевич! Здравствуй, Боря! Я вот вам наглядное пособие сделал. Ух ты! Вот это да! Я у вас на уроке посижу, Егор Николаевич. Посиди, Боря, посиди. Но тебе систематически учиться нужно, систематически. Ладно. О-о-о! Эх! Как жизнь, дружище? Да ничего, живу помаленьку. Ну-ну. На фронт прошусь, не берут. На восток отправляют, на какое-то производство. Ну, знакомьтесь, это товарищ Васютин. Старший лейтенант Терехов. Илья Кузьмич. Очень приятно. Присаживайтесь. Благодарю. Загонял ты меня, старлей? Секретно видно дело, раз старика гоните из своего кабинета. Илья Кузьмич, у меня вот вам какой вопрос. Что можете рассказать о Егоре Белянове? А это по какому поводу? Нет, не важно. Просто расскажите, что о нем знаете. Хороший товарищ, немного странный, он в городе появился незадолго до войны. Да мы с ним познакомились только в отряде толком. А почему странный, поясните? Неправильно выразился, извините. Ну, не странный, а… Ну, вот я, инженер по образованию. Заглянул к нему в тетрадки, которые он с собой таскает. И обомлел. Формулы какие-то, что для меня китайская грамота. Да, да. Он ведь взрывником был в отряде. Вы ему доверяли? Да, он был хорошим бойцом. И последний вопрос. Он мог знать о золоте, которое было в отряде? Вот оно что, всплыла история. Да нас не первый раз уже допрашивали. И куда только нас не во… Я еще раз повторю, он мог знать о золоте? Мог. Груз у немцев отбивали десятка-полтора бойцов. Кто-нибудь сказал, всем же платок на роток не накинешь? Спасибо, вы свободны. О нашем разговоре ни слова. Само собой. Ну не может этого быть. Какая-то фашистская сволочь, а вы и честных людей. А вас никто не подозревает. Да разве разговор обо мне? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Схроны обедовались? Все путем. Хавка одежды, документы все закоптил. Как он себе ведет? Не засветились? Да все чисто, не суетиться. Завтра поутру на дороге возле схрона ждите. Дело верное. След надо надежно оставить, чтобы золота никто не искал. Ты бы показал нам ружье, то водишь, как на поводке. Все свое время узнаете. Будьте готовы. И продолжайте за ним следить. Че-то я ему не верю. Завтра сторож уйдет, надо коморку его проверить. Разреши, товарищ полковник? Заходи. Слушай, Егор Николаевич Белянов пал смертью храбрых в боях за родину, еще финскую. Ну? Теперь будешь брать двойника? Пока рано. Терехов. Разрешите? Посмотрите на фотографию. Видите, корешки книг? Угу. Это специальная литература по физике и химии. Очень специальная. Есть книги на русском. Отсюда знания Белянова, про которые говорил Васютин. Думаешь, что он ученый? Да, из тех, кто избежал ареста. Интересное дело. Он же к нам прибыл из Харьковской области. Можно отправить туда запрос об арестах в Харьковских научных институтах с 39-го по 40-й год? Будет тебе запрос. И вот что, с завтрашнего дня бери этого Белянова под плотное наблюдение. Есть взять под наблюдение. Молодец, старший лейтенант. Когда ты прибыл ко мне в 42-м на Волховский фронт, ты так не рассуждал? Время идет, товарищ полковник. Здравствуй. Что случилось? На допрос меня вызывали. Кто? Следователь из СМЕРШа. Золото они ищут. Уходить тебе надо. Ты знаешь, как они допрашивают. Уходи от тебя. Я тебе помогу. Ты есть хочешь? Я тебе помогу. Ну вот, получили ответ на наш запрос. Узнаешь? Вот еще. Ну что, похож? Похож. Гражданин Шабалин Вениамин, ведущий специалист Украинского физико-технического института. Проявил себя как идейный брак, был арестован, из-под ареста бежал. Значит, Шабалин. Егор Николаевич! Егор Николаевич, вы дома? Егор Николаевич! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Куда мы теперь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Че деть, Коль? Так. Штаб на коммунистической, знаешь? Угу. Так. Найдешь старшего лейтенанта Цириха, передашь ему это? Угу. Запомнил? Да. Давай, дуй. Быстро. Ну, пустите! Ну, что там такое? Извините. У меня срочный товарищ Гондарь. Егор Николаевич, он пропал. Какой Егор Николаевич? Белянов. У нас занятия изменились в школе. Ну, понимаете? Я прибежала ему сказать, там все перевернуто, его нет нигде. С ним случилось что-то, да? Ну, а ты чего стоишь-то? Ну, а ты чего стоишь-то? Так кто ж все-таки золото взял? Да немец какой-то нашел, а своим не сказал. Но! А может еще кто? Подождите! 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 Выйти, Орехов! Что случилось, Ванечка? Вам милиционер Пажин записку передал. Он сказал, что вы его знаете. Давай. Он мне адрес дал. А когда я туда прибежал, вам сказали, что вы сюда поехали. Стоять! Здорово, Пажин. Че тебе? Куда собрались? Развятый мешок. Да слыхал я все про золото. Только верить не хотел, что вы на такое способны. Столько людей полегло из-за побрякушек. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А Берюльки-то где? Сидел бы ты дома, Пажин, все бы обошлось. Пажин! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Очухался? Вот ведь как получается, Егор Николаевич. Заказана тебе дорога в советскую власть. Чего вы от меня хотите, Васютин? Ценностей у меня при себе не много. Консервы до тетрадки. А вот в тетрадках-то и дело, Шабалин. Шабалин, Шабалин. Я много про тебя знаю. И как ты от Малиновых убегал. И про жену твою. Тюх, не дергайся. Не надо. Ну что, будет у тебя работа, постелька для отдыха. А если повезет, и жену свою разыщешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА